Аборт. Такой приговор в Армении все чаще выносят неродившимся дочерям. Страшная тенденция последних лет привела к трагедии национального масштаба. Рождаемость девочек резко сократилась. В ситуацию пришлось вмешаться с законодателем. Подробнее в следующем материале. Быть или не быть? Этот извечный вопрос все чаще возникает перед армянскими семьями. Ответ зависит от результатов ультразвукового исследования. Если пол будущего ребенка «правильный» в кавычках, то есть мальчик, ответ, конечно, положительный. В противном случае. Сколько спиртельных приговоров было вынесено нерожденным еще дочерям, официальная статистика не знает. Ясно, что в разы больше. Наше исследование показало, что до 2060 года, если ничего не изменится, то в Армении не родится около 100 тысяч девочек или будущих матерей. Проблему нации будут решать на законодательном уровне. Министерство здравоохранения Армении в середине года разработало специальный законопроект, который уже направлен на рассмотрение Национального собрания страны. Мы надеемся, что до конца года законопроект будет утвержден. И надеемся и ожидаем, что будет способствовать снижению диспропорции полов при рождении. Многие называют этот закон спасительным. Согласно одному из его пунктов, женщинам, пришедшим на аборт, дается трехдневный срок на раздумье. Когда женщина приходит к врачу с просьбой прерывать беременность, мы рассказываем ей о последствиях такого решения и не оставляем одну. Обязательно нужно дать время на раздумье. Этот закон призван улучшить демографическую ситуацию. Согласно исследованиям ООН, самый пик диспропорции полов в Армении пришелся на 2000 год. Разница составляла 20%. Ситуация прошлого года не лучше. Потому что на 100 девчонок по статистике 114 ребят. Галхарцер Симбая Варенбек, Хабедина Ванны Сакопян, 24 КИЗ, Армения.